Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары за неделю. Итак, коротко о некоторых из них. Все лучшее детям. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина побывали на открытии первого фестиваля «Пусть всегда будет детство». Повышение пенсии и прожиточного минимума, паспорт болельщика и другие нововведения июня. Какие законы вступают в силу в этом месяце? Миллион семьсот тысяч туристов отдохнули в Самарской области в прошлом году, как регион повышает привлекательность для путешественников. Творческий коллектив ВТВ отправится на армейские международные игры. Поведителя конкурса «Армия культуры» определили на фестивале ансамблей песни и пляски вооруженных сил России, которые всю неделю проходят в Самаре. Рифмы Пушкина, симфоническая музыка и волжский закат. В областной столице состоялся фестиваль Юрия Башмета. Константин Хабенский и Ольга Литвинова прочитали для самарцев стихи из Евгения Онигина. Эта неделя, безусловно, запомнится самарцам своими фестивалями. Например, в День защиты детей организовали насыщенную программу. Впервые в городе прошел фестиваль «Пусть всегда будет детство», организаторами которого выступили областное правительство, администрация Самары и Союзмультфильм. На входе в Струковский сад гостей встречает Шарик и Кот Матроскин. Здесь проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство». Для детей и их родителей подготовили спектакли, музыкально-танцевальные и мультипликационные программы, мастер-классы, концерт, эстафеты и конкурсы. Губернатор области Дмитрий Азаров побывал на тематической площадке «Дети в приоритете» и ответил на вопросы юных самарцев. Их интересовало, какие профессии востребованы в регионе. Каждый человек, который ищет, который хочет достигать, может реализоваться на территории Самарской области. У нас для этого есть, поверьте, все возможности, и мы будем продолжать их создавать вновь. Потому что это одна из главных целей развития нашей страны. Это дать возможность каждому гражданину нашей великой родины для самореализации. Глава города Елена Лапушкина посмотрела, как проходит мастер-класс по анимации. Здесь ребята в команде создавали собственный мультфильм. Давно была идея провести мероприятие вместе с «Союзом мультфильм». У нас уже была попытка, если помните, на новогодней площади. У нас были фигуры из всеми известных мультиков. И сегодня уже это такой настоящий праздник, День защиты детей. Где у нас много детей, где много родителей. Где каждый найдет себе занятие по душе. И наверняка еще не все обойдут. Во многих хочется поучаствовать, порисовать, хочется попробовать. И вот посмотреть до конца программу, которая сейчас показывает у нас на сцене Струковского парка. Организаторами фестиваля «Пусть всегда будет детство» выступили правительство Самарской области, администрация города и киностудия «Союзмультфильм». Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что во время прогулки по Струковскому саду возникла идея организации выставки «История Союзмультфильма», а также создание модельной библиотеки, в которой дети смогут погрузиться в атмосферу мультипликации. «Союзмультфильм – это определенный образ жизни. Это та мягкая сила, которая нам очень нужна, потому что мультфильмы старые, мультфильмы новые, которые сегодня Союзмультфильм снимает, это то, что делает души и сердца наших детей чище, добрее, мягче. Дети так устроены, что их невозможно обмануть, невозможно заставить, сказать или сделать что-то, что им не нравится. Поэтому, когда ты видишь детские глаза, когда ты видишь, как они здесь бегают, бесятся, и у них восторг, значит, все правильно». На летней эстраде Струковского сада – площадка «Тайна третьей планеты». Здесь посетители парка могли сфотографироваться с персонажами мультфильма, изготовить деревянные значки на память и увидеть выступления детских творческих коллективов. Кроме всем знакомых героев советских мультиков, на фестивале можно было познакомиться и с новыми персонажами студии. «Для нас это первый фестиваль, я надеюсь, что он станет ежегодным, и здесь представлено очень много активностей, потому что современные мультфильмы – это не только персонажи на экранах, это в том числе прямой диалог со зрителями. Мы постоянно развиваемся, у нас появляются новые вселенные персонажи, и это уже не только история про Чебурашку, про Винни-Пуха, про простоквашенцев, это и такие истории, как оранжевая корова, зебра в клеточку, «Тайна медовой долины», множество персонажей. Международный день защиты детей – это повод напомнить всем взрослым об ответственности за безопасное и благополучное детство ребенка. Сегодня здесь столько творческих площадок, которые позволяют детям развиваться, развивать свои творческие способности. И, собственно, вот этот праздник сегодня демонстрирует, сколько делается действительно взрослыми сегодня для детей, для того, чтобы детство каждого ребенка было счастливым, увлекательным и безопасным. Кстати, и сами взрослые были рады в этот день окунуться в атмосферу детства с яркими красками и веселой музыкой. Атмосфера очень праздничная. Я даже не ожидала, что здесь будет столько людей, столько людей с детьми. Ну, организация, отличная организация, много волонтеров направляют. Ну, детям достаточно интересные, как бы, все эти островки придуманные. Все для развития, как бы, нет, очень здорово. Понравилось то, что все такие дистанции, что все такое яркое, все такое красочно. Хотели сказать большое спасибо. Пазлы собирала. Вертушку. Вертушку делала. Разукрашивала. Разукрашивала. Решили, что нужно детям сделать праздник в этот праздничный день, и поэтому сюда пришли. Мне больше всего понравилось, даже запомнилось, как мне рисовали этот классный рисунок. Здесь весело, интересно, и много-много чего разнообразного. Мне очень сильно понравилось даже делать вот такие вот медальки. Они небольшие, там есть по выбору. Краски даются, кисточки и все. Очень красиво, хорошо и отлично все. Мне все понравилось. В День защиты детей в Струковском саду было организовано семь площадок коррекционно-развивающих мастер-классов. Родители детей с особенностями здоровья смогли проконсультироваться с психологами, дефектологами и логопедами. Максим Магомедов, Константин Головин. События. В Самарской области на этой неделе сняли масочный режим. Постановление опубликовало региональное правительство. Документ приостановил действие пункта, который ранее обязывал граждан носить маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Водительские права вместо паспорта, повышение пенсии и зарплат, льготная ипотека для работников IT-компаний и многое другое. В июне вступил в силу ряд новых законов. Как будут жить самарцы, расскажем далее. Минимальная зарплата пенсии неработающим пенсионерам и прожиточный минимум с июня повышаются на 10%. На эти цели из федерального бюджета выделено более 500 миллиардов рублей. Поддержка коснется 50 миллионов граждан. С июня также увеличивается период выплаты пенсии по потере кормильца для детей. Раньше, после 18 лет, прекращались выплаты до тех пор, пока ребенок не поступит в учебное заведение и не соберет снова справки, что состоит на иждивении. Теперь порядок изменили. Школу закончил, но пенсию продолжает получать до 1 сентября года, когда исполнилось 18 лет. Если ребенок поступил в учебное заведение, то у него продлевается эта пенсия и ему не нужно будет подтверждать, что он находится на чем-то иждивении. Будет достаточно самого того факта, что он не стоит в трудовых отношениях. С июня начнут выдавать льготную ипотеку под 5% для сотрудников IT-компаний. Но эксперты уточняют, условия настолько жесткие, что в Самарской области под них сложно будет попасть. Сотруднику должно быть не больше 45 лет, зарплата должна быть от 150 тысяч рублей. Это для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для остальных населенных пунктов. Ипотеку можно взять не в любом месте, можно только у застройщика юридического лица, ну либо иного юридического лица. То есть для вторички льготы уже действовать не будут. С июня вступает в силу закон о единой системе публичной власти. Он устанавливает пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Согласно закону, руководитель субъекта будет официально называться губернатором или главой региона. Из документа также исключено положение, запрещающее замещать указанную должность более двух сроков подряд. С 8 июня заработает закон, ужесточающий противопожарные правила и ответственность за их нарушения. В 15-20 раз повышаются штрафы для граждан, а для юридических лиц в 2-3 раза. Если нарушение правил повлечет за собой тяжкий вред здоровью или смерть человека, то штраф составит 2 миллиона рублей. С конца июня вступает в силу закон о препаратах офф-лейбл. Это использование лекарств по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению. Дело в том, что многие препараты, которые могут эффективно применяться для лечения серьезных заболеваний, по инструкции это не предполагается, либо инструкция не допускает их применение для детей. Теперь правительство утвердило перечень из 21 заболевания, либо состояний, при которых допускается назначение препаратов вне инструкции. Например, это состояние, требующее палиативной помощи, ВИЧ-инфекция, беременность, COVID-19, различные заболевания, требующие психиатрической помощи. В июне заработает система идентификации болельщиков. Теперь при входе на стадион для посещения официальных соревнований будет проверяться личность посетителя. Всем желающим надо будет на госуслугах оформить карту болельщика. А вот водительские права можно будет предъявлять вместо паспорта для идентификации личности при получении страховых выплат, почтовых отправлений, оплате мобильной связи и при получении денежных переводов. Это будет не дополнительный документ к паспорту, как можно было бы подумать. Нет, это будет именно документ, по которому можно будет идентифицировать личность. Но каким образом? Теперь организации смогут делать запрос в банк, и банк уже будет при наличии открытого расчетного счета подтверждать личность. И вот в этом случае основным документом будет являться как раз водительское удостоверение. С 29 июня вступает в силу закон об увеличении возраста приобретения охотничьего оружия с 18 лет до 21 года. Запрещается выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, его переделка и распространение соответствующих инструкций. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Город продолжает готовиться к пляжному сезону. Он стартует официально 15 июня. На пляже продолжают завозить песок. Для благоустройства его требуется около 18 тысяч тонн. После выравнивания водолазы обследуют дно реки. Наша съемочная группа увидела процесс подготовки. Официальный пляжный сезон в Самаре еще не стартовал, а у воды уже десятки отдыхающих. Не пугает даже работающая рядом техника, которая разравнивает свежий песок. Не страшно. Там же человек. Он же видит. И мы видим. Меня это не смущает. Нетерпеливый, потому что май был очень холодный. Мы очень долго ждали лет. И наконец-то вот лето. Мы приехали, вырвались первый раз. Мы отошли вроде бы в сторонку. Более безопасное место не мешаем. Смотрим, контролируем. Если будет около нас, мы перейдем просто в другое место. Пока дни загорают под первыми лучами летнего солнца, другие предпочитают проводить время в тени, дожидаясь, когда пляжи откроются официально. Стоит подождать, когда пляж выровнят. Хороша ложка к обеду. Дождусь, когда все будет готово. Главное, чтобы это было безопасно. Поэтому выбрать пляж у нас большой, поэтому можно выбрать себе местечко безопасное и вполне позагорать, пособирать солнечные лучи. Тем временем на пляжах, куда должны завести в общей сложности около 18 тысяч тонн просеянного песка, идет процесс его планировки. Работы начались под Ленинградским спуском и продолжатся там, куда песок уже завезли в полном объеме. Обновленный слой составит около 10 сантиметров. Затем за дело возьмутся водолазы. Они обследуют дно и очистят акваторию от мусора, который отправят на полигон. После открытия пляжа уже будет происходить раз в 10 дней также очистка акватории. Ну и естественно уже будут водоросли очищаться от водорослей, стричь, будут уборщики подхватывать. Убирать смешки и ультилизировать. После работы водолазов составит карты прибрежных глубин и развесит их на информационных досках. С учетом этого буйками и поплавками обозначат зоны для купания. Каждый год частично обновляется пляжное оборудование. Теневые грибки, диванчики, скамейки, детские спортивные площадки и площадки для маломобильных граждан. О санитарных нормах тоже позаботится. Подрядчик установит урны, контейнеры, бункеры-накопители, бесплатные биотуалеты. С 10 июня начнут работать 14 пунктов спасателей. На берегу будут размещены информационные стенды с правилами поведения на пляже. С этими правилами необходимо ознакомиться всем, кто планирует отдохнуть на пляже. Там написано, как себя там вести, что можно делать, что нельзя делать и так далее. Обязательно в порядке на пляже запрещено курение, распить алкогольных напитков, появляться с домашними животными. Это все запрещается. Соответственно, кроме того, там же будет размещаться информация о температуре воды и атмосферного воздуха и телефоны спасательных служб. Официальное открытие восьми самарских пляжей намечено на середину июня. Как и в прошлом году, это первая, вторая, четвертая очереди набережной. Пляж на спуске улицы Советской Армии, в районе Загородного парка, на Барбошиной поляне, у санатория Можайский, пляжа в Красноглинском районе. На Мострюбковских озерах пляж будет работать только на время молодежного форума «Иволгат» и Грушинского фестиваля. До официального открытия отдыхающим не рекомендуют принимать водные процедуры на берегу Волги в черте города. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Сделать регион еще более привлекательным для туристов – такая задача стоит перед властями. В Самарскую область приезжают, но хотелось бы, чтобы отдых здесь был более продолжительным. Подробнее об этом расскажем в сюжете. В прошлом году в Самарской области отдохнули 1 миллион 710 тысяч человек. Об этом рассказал Артур Абдрашитов, руководитель Департамента туризма Министерства культуры Самарской области на встрече с представителями туристической отрасли региона. Это на 37% больше, чем в доковидном 2019 году. «Мы растем из года в год. Благодаря ограничениям, которые возникли в результате распространения новой коронавирусной инфекции, мы, конечно же, получили достаточно большой поток и спрос на отдых внутри своей собственной страны. И вот этим шансом мы вместе с отраслью смогли воспользоваться, быстро, форсированно предложив им комфортный отдых на территории нашего региона». За минувший год туристы потратили в регионе почти 10 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее. Прирост произошел в основном за счет того, что увеличилось время пребывания гостей на Самарской земле. Сейчас они приезжают в среднем на пять дней, хотя совсем недавно гостили не дольше двух. Задача работников туристической отрасли – сделать так, чтобы приезжие захотели провести здесь неделю. И если раньше акцент был сделан на деловом туризме, то сейчас активно развивается экотуризм. Это не только посещение особо охраняемых территорий, прохождение экотроп, но и отдых за городом в глэмпингах, кемпингах и парк-отелях. В этом году в 63-м регионе проходит целый ряд мероприятий, которые раньше не проводились. Российская студенческая весна, Всероссийский форум-здравница, на который съехались более 2000 человек из 27 регионов. Это профессионалы санаторно-курортной отрасли. Делается акцент и на семейном отдыхе. Грамотная и правильная политика продвижения региона, она тоже позволила нам сейчас, вот после снятия всех ограничений, получить такой результат, который, если честно, мы даже не ожидали. То есть гостиницы у нас, они иногда даже не могут всегда справиться с тем запросом, который поступает. Потому что, как мы знаем, раньше в основном регион работал по принятию именно бизнес-туристов. И отели, конечно, готовы, работали на этого потребителя. А сейчас брошен такой вызов профессиональный, перенастроиться, потому что приезжает большой поток именно отдыхающих, семей с детьми, которые требуют дополнительных услуг, полносервисного какого-то обслуживания. И, конечно, справляются именно с этим вызовом. В прошлом году регион провел масштабную рекламную кампанию в наиболее приоритетных регионах, откуда чаще всего в Самарскую область приезжают туристы. Это Москва, Санкт-Петербург, города Приволжского федерального округа, регионы Урала и Сибири. Сейчас в Самару можно напрямую прилететь из 19 городов России по специальным тарифам, которые ниже коммерческого на 50%. Еще одна задача – сделать Самарскую область интересной для молодых. Сейчас средний возраст приезжих – 38 лет, с доходом 64 тысячи рублей в месяц. Нужно создать продукт, интересный для гостей с более высокими доходами. Виктория Шара и Максим Гусев. События. От военного марша до народной песни целую неделю в Самаре проходит Всероссийский фестиваль ансамблей песней и пляски Вооруженных сил Российской Федерации. Свои номера представляют коллективы всех военных округов. Уже определился победитель конкурса «Армия культуры», который представит Россию на новом конкурсе армейских международных игр 2022. Это ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск. Ансамбль Центрального военного округа занял второе место Западного округа третье. А мы предлагаем вспомнить, как проходило на этой неделе открытие. На восьмом фестивале ансамбля песни и пляски Вооруженных сил России «Честь Самары» защищает коллектив Центрального военного округа. Свою творческую жизнь ансамбль начал в далеком 1939 году и с тех пор, где только не выступал с концертами. За свою долгую историю коллектив прошел Великую Отечественную войну, побывал в разных горячих точках. По словам начальника ансамбля, на передовую едут, вооружившись творчески под завязку. Репертуар коллектива огромен. И находясь мы, когда едем в какую-то из командировок, берем с собой с запасом репертуарный багаж. И на месте я, как художественный руководитель, принимаю решение о том, какая будет программа конкретно здесь и сейчас. В один день может быть несколько концертов, и программа будет каждый раз разная. На фестиваль собрались более 600 артистов со всех военных округов. Представлены разные военные профессии. Моряки и летчики, десантники и артиллеристы, железнодорожные и космические войска. Приветственный адрес губернатора Дмитрия Азарова участникам и гостям фестиваля зачитал зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Проведение столь масштабного мероприятия на территории нашего региона во многом обусловлено богатым культурным потенциалом, крепким воинским духом и патриотизмом, который славится Самарская область. Военные творческие коллективы всегда играли особую роль и были востребованы во все времена. И сейчас, когда Россия восстанавливает справедливость, защищает миллионы людей от геноцида и насилия, крайне важно поддерживать и поднимать боевой дух наших военнослужащих. Профессиональные артисты в погонах попробуют покорить сердца зрителей военно-патриотическими произведениями, аранжировками народных песен и хореографическими постановками. На фестивале, помимо победителей, выберут лучший коллектив во всероссийском отборочном конкурсе «Армия культуры», который отправится защищать честь страны на армейские международные игры 2022. Я вас от души поздравляю, что вы приняли участие в этом фестивале. Желаю нашему высочайшему ариопагу жюри беспреспрасного судейства и пусть победит сильнейший. Несите военное искусство в массы народа. Выступление военных ансамблей можно будет увидеть в окружном доме офицеров с 1 по 4 июня. Гала-концерт и награждение победителей состоится там же в воскресенье 5 числа в 3 часа дня. Вход для зрителей свободный. Горожане уверены, фестиваль ансамблей песни и пляски вооруженных сил России, несомненно, станет ярким событием для самарцев и гостей мегаполиса. Очень интересно, впечатляюще, мощно. Они заряжают людей, я думаю, даже не военных. Всем интересно будет посмотреть. Ансамбли выступят не только в рамках фестивальной программы. Они дадут концерты в Самарском госпитале раненым солдатам, а также в воинских частях Самарского гарнизона, на концертных площадках и парках города. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Легендарные пушкинские рифмы, звучание симфонического оркестра и прекрасный волжский закат. В Самаре на этой неделе состоялся фестиваль Юрия Башмета. Подробнее о синтезе классики и современности в следующем сюжете. Легендарная пушкинская драма о горечи и неразделенной любви под сопровождение симфонического оркестра. В амфитеатре на площади Славы тот самый Евгений Онегин. В постановке слились классика и современность. Музыкально-литературное действие – часть фестиваля Юрия Башмета. Сам маэстро не только художественный руководитель. Он все время за дирижерским пультом. Будут знать, кто кого любил, кто кого убил. То, что не всегда в опере понятно. Потому что прекрасные, замечательные актеры проговаривают текст. То есть сюжет ясен. А потом хиты музыкальные, гениальные трейлер Чайковского будут звучать. В постановке приняли участие знаменитые актеры. Фрагменты романа в стихах прочли Ольга Литвинова и Константин Хабенский. Для меня это прекрасные стихи, которые простотой своей открывают все больше и больше. Наверное, с жизненным проблемой. У нас каждый раз тот же Евгений Онегин, он как-то по-новому, мне кажется, звучит. Партии из одноименной оперы Чайковского исполнили молодые и талантливые солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Моментально в работу влился и хор Самарского академического театра оперы и балета. В Самаре нам повезло, что мы смогли найти здесь профессиональный, высокопрофессиональный хор. Бывают варианты, когда мы играем этот спектакль и без хора, но в данном случае для такой огромной аудитории мы решили сделать действие без сокращений. Приобщиться к искусству смогли тысячи жителей и гостей областной столицы. Вход был свободный. По мнению губернатора Дмитрия Азарова, в этот вечер Самара стала культурной столицей страны. Я уверен, что такие события вдохновляют людей на любовь к своей великой родине, к нашему искусству, к культуре российской. В этом году впервые проходит фестиваль Башмета здесь, в Самарской области. Все жители Самарской области абсолютно бесплатно имеют уникальную возможность увидеть по-настоящему великих исполнителей современности. Евгения Онегина в авторской версии Башмета самарские зрители приняли с восторгом. События знаковые. Мы считали своим долгом прийти в обязательном порядке, отложили все дела. Здесь это просто потрясающе. Детям это надо приобщать прямо с детства. Для удобства горожан в этот вечер усилили работу общественного транспорта. Организовали дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 67, 41 и 34, которые ожидали зрителей в районе Площади Славы. Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова